Здравствуйте дорогие друзья! Мы с вами находимся в студии ручные вещи и сегодня будем делать свистульки из глины. А помогать мне будет Алена Коткина. Для работы мы будем использовать красную гончарную глину. Чтобы сделать свистульку, из глины мы сначала скатаем шарик. Он может быть любого размера. Нам нужно сделать плоский низ у шарика. Для этого мы его кинем об стол. Отлично! Из шарика делаем шляпку гриба. Для этого пальчиками выминаем отверстие внутри. Толщина стенок должна быть примерно сантиметра. Вот такие штучки у нас должны получиться. Выравниваем донышко для того, чтобы оно у нас было ровненьким. Это можно сделать об дощечку. Да, в принципе оно и так ровненькое. Можно оставить. Палочкой делаем насечки. Теперь нам нужно сделать донышко нашей свистульки. Для этого мы берем новый кусочек глины и делаем из него лепешку толщиной один сантиметр. Нужно на дощечке. Лепешка должна быть размером с отверстие, либо больше него. Так, отлично! Донышко у нас готово. Мы должны соединить нашу верхнюю заготовку дном. Для этого мы будем использовать жидкую глину. Обыкновенную глину я развожу с водой. Это называется шликер. До состояния жидкой сметаны. Шликером мы намазываем низ нашей заготовки. Вот таким образом. После того, как она намазана, мы присоединяем нашу заготовку к донышку. Лишнюю глину мы срезаем ножом. Теперь нам нужно скепить заготовки воедино. Вот таким образом. Донышко замазываем на верх. Если глина начала подсыхать, можно добавлять немножечко воды. Но воды не должно быть слишком много, иначе глина у вас растечется. Вот такие заготовки полые внутри у нас получились. Нужно с ними что-то сделать. Вы можете придумать любую зверюшку и слепить. У меня будет кот, у Алены будет. Мы берем всю ту же глину и будем лепить отдельные детальки. А именно ушки, носик, глазки. Каждую детальку мы должны также поцарапать палочкой и намазать шликером. Для того, чтобы она держалась крепко. для того, чтобы сделать свистульку, я сделала вот такую штучку прямоугольной формы и приделаю ее сзади. Для того, чтобы наша свистулька засвистела, мы будем делать специальные дырки. Во-первых, мы будем делать большую круглую дырку сразу напротив нашего прямоугольничка в дне. Затем я беру специальную заточенную палочку. Она должна быть плоской. и буду проделывать ей отверстие в нашем прямоугольничке так, чтобы эта палочка выходила ровно на край нашей круглой дырки. Затем я дырки выравниваю. Все дырочки должны быть идеально ровными, иначе свистулька свистеть не будет. Для того, чтобы свистулька свистела на разные тона, мы сделаем еще одну дырку сбоку, например. Вот таким вот образом. Так, игрушки надо выровнять. Для этого мы будем использовать мягкую кисточку и воду. После того, как игрушки выровнены, мы палочками будем прорисовывать петальки. Глазки, ротик, шерстку. Для тебя. Для создания фактур мы можем пользоваться любыми подручными инструментами. Вот что у нас получилось. Глина будет сохнуть примерно 3-4 дня. Обязательно надо поставить ее в теплое помещение, где нет сквозняков. Нельзя сушить ее на батарее, иначе она потрескается. После того, как она высохнет, можно ее покрасить акриловыми красками или гуашью. Вам я желаю творческих успехов и приглашаю к нам в студию «Ручные вещи», которая находится на Попово-14, домбута, 3-й этаж. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...